Теряется вот этот хребет, то есть это стержень теряется. Еще раз говорю, культурное наследие, то, которое есть у нас, это сталинское наследие. Мы хотим отделиться, нас не дают возможность, говорят нет. Заставляют Никола Пашиняна признать, что Армения это всего 29 тысяч квадратных километров. И Запад в лице Макрона привели вот этот документ, Алма-Атинский акт 1991 года, что страны являются правоприимствами Советского Союза. Мы не хотим стать продолжителями каких-то актов Советского Союза. Пусть объявят, что вот этот цивилизованный мир видит Армению свободным. Свободным от кого или от чего? От сталинского наследия мы хотим отказаться. Нам не дают. И все. А что значит отказ от сталинского наследия? Это получение других территорий? Нет. Отказ это правовая форма, когда ты получаешь паспорт. Там написано гражданин Арам Сайранович Макрчан, уроженец республики Армения, гражданство России проживает в Германии. Вот это мои права. То есть вам на территории Армении не дают паспорт Армении? Нет. Мне заставляют постоянно себя считать правоприимником из сталинского культуры. Кто заставляет? Вы, на мой сосед. Опять я не виноват. Я пытаюсь говорить, что где проблема? Говорю, проблема в Сталине. Где я говорю? Потому что... Так Сталин же умер в 54-м году. А какая разница? Я же говорю, граница между Турцией и Арменией проходит по демокрации Сталина. Это государственная традиция. То есть вы хотите, вы считаете, отказаться от Сталина, это значит поменять территорию и границы? Конечно. А. То есть вы именно так это ассоциируете. Вот теперь до меня дошло. Вы смогли объяснить, у вас это получилось. Вы толкнули.